Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвинского музея и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос с Ксенией Бирюковой. Какие отличия кролика от зайца, кроме внешнего вида? Ну, все прекрасно представляют, какой вид эти животные. Самые наблюдательные, может быть, уже разглядели зайца велика на дальнем плане в витрине за моей спиной. И действительно, согласитесь, что они очень похожи. Это животные небольшого размера, у них крупные уши длинные, у них маленький хвост, у них передние лапки короче, чем задние лапки. То есть, в целом, план строения зайцев и кроликов похож, что и неудивительно, потому что они относятся к отряду зайцеобразные. Отряд этот не очень большой, но, тем не менее, все-таки он насчитывает 109 видов. Это настоящие зайцы, которые относятся к роду лепус, кролики и пищухи. И действительно, между зайцами и кроликами очень много общего. О пищухах мы поговорим немножко позже, потому что их отличают определенные особенности, которые не встречаются у других животных. Долгое время зайцев относили к грызунам, но выяснилось, что все-таки анатомически у них есть какие-то черты грызунам несвойственные. Например, у грызунов впереди на верхней челюсти два резца, у зайцеобразных на верхней челюсти четыре резца, причем передние резцы крупнее. А вторая пара резцов расположена за передней парой резцов, и она значительно меньше. Но, как и у грызунов, у зайцеобразных зубы растут в течение всей жизни, потому что они питаются довольно грубой растительной волокнистой пищей. И это единственный способ не остаться, в общем, без зубов. Потому что зубы острые, они все время растут, они все время стачиваются. Этот процесс происходит непрерывно. Что еще есть общего для всех зайцеобразных? У них очень интересно, своеобразно устроена система пищеварения. Пища их не очень питательна, и вот у них есть такая адаптация, которая позволяет им добывать как можно больше питательных веществ даже из такой не сильно питательной пищи, как различные растения. Они пищу свою переваривают в двухкамерном желудке. В первой камере пища обрабатывается бактериями, во второй камере пища обрабатывается при помощи ферментов пищеварительных. Далее часть вот этой массы перевариваемой, она сразу выводится наружу в виде таких твердых экскрементов, а часть перевариваемой пищи попадает в слепую кишку, и там происходит дальнейшая ее ферментация при помощи различных микроорганизмов. Это не только бактерии, это, например, еще дрожжевые различные организмы. И все это приводит к тому, что образуется второй тип экскрементов. Это экскременты, которые ферментировались длительное время в слепой кишке, и для зайцев, и вообще для сайтообразных свойственны к опрофагии. Эти экскременты они съедают. Зачем? Вроде бы привычка такая, скажем, не самая приятная, но это помогает им извлекать из пищи максимальное количество полезных веществ. Потому что, например, те микроорганизмы, которые перерабатывают их пищу, они вырабатывают витамин D, который совершенно этим животным, ну как и нам с вами, собственно говоря, необходим. То есть, вот такая, с одной стороны, не очень приятная привычка, с другой стороны, она на самом деле очень полезная. Но еще что интересно, у них, в отличие, например, от кошек, собак, у них подошвы и лап не имеют мягких подушечек, а они все целиком покрыты шерстью. Нередко вы знаете, что зайцев называют косыми. На самом деле, это такое название возникло из-за того, что у них глаза расположены иначе, чем, например, у нас с вами. Если у нас с вами глаза расположены фронтально на лице, то у зайцев они расположены по бокам головы, и это дает им очень хороший обзор. А это важно, когда ты маленький и у тебя много всяких врагов. Можно заметить своего врага издалека и вовремя успеть скрыться. Ну и, конечно, у них очень хороший слух, который тоже важен для того, чтобы вовремя заметить опасность. И такие большие уши, они еще и подвижные очень, позволяют им следить за тем, что происходит вокруг и вовремя реагировать на ситуацию. Теперь давайте попробуем разобраться с отличиями. У нас в нашей природной зоне кролики не обитают, дикие кролики. У нас есть только зайцы. Зайцев у нас не очень много. А вот, например, в тропических районах, на других континентах, зайцы гораздо более разнообразны. Есть очень экзотические виды зайцев. Ну, например, есть японский лазающий заяц. Нельзя сказать, что он прям прекрасно лазает по деревьям. Он, конечно, не обезьяна. Но, тем не менее, все-таки у него есть тоже определенные приспособления. У него длинные загнутые когти на лапах, которые позволяют ему залезать на деревья и, соответственно, питаться там какой-то пищей. Ну, например, ягоды съедать какие-то. Кроме того, есть, например, в Юго-Восточной Азии полосатые зайцы. Выглядят они очень необычно. Мы привыкли, что полосатыми бывают какие-то другие животные. Представить себе полосатого зайца довольно сложно. Но, тем не менее, такое тоже случается. Но вообще же, если говорить в целом об этом отряде, то название зайца и кролики, оно давалось этим животным как-то довольно хаотично. И поскольку это название устоявшееся, оно не меняется. Но в целом, если говорить в чем же между ними отличие, давайте все-таки будем сравнивать наших зайцев и европейского дикого кролика, чтобы было понятнее. Потому что со всеми остальными зайцами просто существует абсолютная путаница. Так вот, наш зайц – это индивидуалист. Наши зайцы живут поодиночке и встречаются со своими сородичами только во время гона, во время периода размножения. Наши зайцы могут жить в довольно суровых условиях, и при этом они не строят никаких укрытий, не строят нор. Лишь изредка зайцы-беляки, те, которые живут на северных территориях, где бывают очень сильные морозы, они иногда могут, например, зимой вырывать себе нору из снега. Но все-таки это не постоянное убежище, а такое временное убежище лишь на случай каких-то крайне неблагоприятных условий среды. В отличие от зайцев, кролики – это существа коллективные. Они живут группами, семьями, они часто образуют довольно большие колонии. И они как раз известны тем, что они великолепные строители, они строят довольно сложные норы. Эти норы имеют множество всяких от норков, ходов, камер и так далее. То есть устроены они достаточно сложно. Что неудивительно, потому что в норах эти животные проводят достаточно много времени. Зайцы территориальны, но их территория достаточно большая, они к определенному месту не привязаны. В отличие от них, кролики, как правило, от своей норы не удаляются далеко. И пищу они ищут тоже рядом с норой. В случае, если рядышком появится опасность, то кролик, скорее всего, скроется в норе. Если сравнить по скорости бега, то зайцы, как правило, быстрее, шустрее, чем кролики. У кроликов лапы покороче, тело такое более пухлое, округлое. Поэтому, конечно, развивать им такие скорости, как развивают зайцы, а зайцы могут бегать со скоростью до 50 км в час, конечно, кроликам не под силу. Но зато у них рядышком есть нора, в которую можно всегда скрыться от опасности. Но, пожалуй, самое интересное, что у них разные типы развития детенышей. И если у зайцев рождается небольшое число детенышей, от 1 до 5, но, как правило, пара, и рождаются они уже абсолютно сформировавшимися. Они покрыты шерсткой, у них открыты глазки, они видят, они слышат, и уже в такие вполне самостоятельные. Мама зайчиха рождает детенышей прямо на поверхности земли, в каком-то укромном месте, или в густой траве, или под кустиком, или елочкой. И дальше ее зайчата сидят себе тихонечко в траве, стараясь не издавать никаких звуков, не шевелиться, и ждут, когда мама придет их покормить. Зайчиха своих зайчат кормит примерно раз в сутки. Вроде бы очень редко, но молоко зайчи очень питательное, и поэтому зайчатам хватает еды. Растут зайчаты очень быстро, и быстро становятся абсолютно самостоятельными, и отлучаются от молока материнского, и переходят уже полностью на растительную пищу, которую начинают пробовать уже буквально через 7-10 дней после рождения. С кроликами все совсем не так. Крольчиха рождает крольчата в норе, и далее крольчата у нее, поскольку появляются на свет абсолютно беспомощные, они маленькие, они голые, слепые и глухие, поэтому, конечно, требуется довольно длительная забота о потомстве. Крольчиха довольно долго кормят своих детенышей, заботятся о них. Естественно, нужно больше времени для того, чтобы детеныши стали самостоятельными. Кстати, именно дикий европейский кролик стал предком всех домашних наших кроликов, разнообразные породы которых наверняка вам знакомы. У нас в музее тоже можно увидеть довольно симпатичных кроликов разных пород. Есть и довольно крупные, это мясные породы, есть так называемые ангорские кролики, тело которых покрыто не привычной шерстью, а покрыто таким прям пухом. Пух вычесывают у кроликов и делают из него самые различные вязаные изделия. Но сейчас очень модно заводить декоративные породы кроликов, которые можно просто содержать дома. Часто это карликовые породы, и животные таких пород не вырастают крупными. Но в целом это животное достаточно неприхотливое, поэтому неудивительно, что его начали приручать довольно рано, еще во времена Римской империи. И уже тогда римляне разводили кроликов, а родиной кролика дикого считается Испания. Надо сказать, что люди одно время очень любили переселять, интродуцировать одни виды на какие-то совершенно другие территории, на которых эти виды никогда не встречались. И зачастую трудно было предположить, какие последствия принесет вот такие вот действия. И в 1859 году в Австралию один из европейцев привез диких кроликов европейских. И поначалу кролики жили в клетках, и все было вроде неплохо, а потом кролики были выпущены в природу. Считалось, что это улучшит охотничьи угодья в Австралии. Европейцы хотели охотиться на те виды животных, которыми они привыкли, собственно говоря, у себя на родном континенте. Ну и вроде бы зверек очень милый, симпатичный и безобидный, но на самом деле он для Австралии стал абсолютнейшим бедствием. Кролики не имели в Австралии естественных врагов, пищи растительные там было в избытке, и они стали размножаться с какой-то неимоверной скоростью, потому что в отличие от зайцев, у кроликов потомство многочисленные, они могут приносить до 4 пометов в год, и, соответственно, в каждом помете может быть до 10 детюнышей. Представляете, с какой скоростью увеличилась численность кроликов, и в какой-то момент люди все-таки спохватились, потому что кролики съедали местную растительность, и, соответственно, местные растительноядные животные страдали от этого, да и растения местные тоже, в общем, страдали от того, что появился какое-то новое животное, которое их поедает в огромных количествах, плодится и заселяется новые и новые территории. Ну и дальше началась чудовищная борьба с кроликами. Их пытались уничтожать совершенно воровскими способами, но это не приносило никакого успеха, и в результате помогло лишь использование, можно так сказать, бактериологического оружия. Кроликов заразили миксоматозом, это заболевание для них смертельно, и только это позволило снизить численность кроликов в Австралии, чтобы они не нанесли уж окончательно какой-то непоправимый ущерб местной природе. Хочется надеяться, что эта история станет уроком для людей, что они впоследствии будут как-то лучше продумывать свои действия и не будут подобными вещами заниматься, потому что все эти интродукции, как правило, заканчивались какими-то очень большими проблемами для местных видов. Ну и да, я еще не сказала про пищух. Удивительные совершенно зверьки, которые также относятся к зайцеобразным, хотя внешне не сильно на них похожи, у них маленькие округлые ушки, ну и в целом они похожи на какого-то такого среднего размера хомяка. При этом пищухами они называются не случайно, потому что у них очень развита звуковая сигнализация. Если зайцы молчаливы, издают крики только в крайнем случае, если им прямо грозит смертельная опасность, то пищухи при помощи таких разнообразных звуковых сигналов могут общаться между собой, передавать самую разную информацию. Крик пищухи довольно забавен. Кроме того, у пищухи есть еще второе название, пищух еще называют сеноставками. Дело в том, что это животное живет на северных территориях, обитает оно в Азии и Северной Америке и не впадает спячку в зимнее время, а соответственно зимой значит нужно чем-то кормиться. И сеноставки или пищухи они запасают на зиму траву сухую, собирая ее в такие маленькие стажки. Вот поэтому иногда где-нибудь в Сибири, на Алтае можно увидеть такие небольшие стажки и может быть даже вы удивитесь, что оказывается такие стажки заготавливают для себя такие маленькие симпатичные зверьки. Ну, пожалуй, на этом все. Благодарю вас за то, что вы смотрите наш канал. Надеюсь, вы не забываете на него подписываться. Приходите к нам в музей, пишите свои новые вопросы в комментариях и всем хорошего дня!